Задолго до появления киновселенной Марвел была киновселенная Стивена Кинга. Многие его персонажи пересекались в разных книгах, и я думаю, что из-за оно тоже. Даже в парочке другого жанра, типа 22-11-63. 11-22-63 это научно-фантастический роман Стивена Кинга, который рассказывает о путешественнике во времени, и его задача не допустить убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Так что если бы вы увидели Беннивайза, который заглянул в любую другую известную историю Стивена Кинга, и охотится там на людей, в какую... в какую историю вы хотели бы, чтобы он заглянул? Было бы круто Стивена Кинга, а может... а может быть и нет. Я думал, в Останься со мной. Но из него бы тогда и так оно вышло. Останься со мной. Фильм, снятый в 86-м году по повести Стивена Кинга «Тело». Рассказывает о четырех подростках, которые отправились на поиски убитого мальчика. Да, это почти одно и то же, только без оно, без оно. Оу, чувак, это отличный вопрос. Я думаю, что в Сиянии. Да, о мой бог. В Сиянии было бы интересно. Сиянии. Фильм ужаса 80-го года, снятый по одноимённому роману Стивена Кинга. Главный герой Джек Торренс, которого сыграл Джек Николсон. Приехал со своей семьёй в элегантный отель, в котором начала происходить всякая дичь. Он бы наматывал круги по отелю, пока ты там сидишь. Да, это было бы очень ужасно. Он бы хорошо смотрелся в том коридоре. Да, на том самом ковре. Серьёзно, представляете, как бы Джек Торренс испугался, если бы оно превратилось в то, чего больше всего боится Джек Торренс. У Джека, наверное, много страхов. Это очень хороший персонаж для этой темы. О мой бог, это реально серьёзный вопрос на сегодня. А что если в максимальном ускорении? Оу. Это было бы жёстко. Максимальное ускорение. Фантастический триллер 1986 года, снятый Стивеном Кингом по его собственному сценарию, в котором все электронные предметы, машины, техника и грузовики восстают против людей. Это бы... Это совсем другое направление. Клонская машина, да! О, да. Эм, или Кэрри. О мой бог. Когда Кэрри, когда Кэрри убивала мальчишек, он бы ей помогал. Мне нравится, на разок сойдёт. Кэрри. Фильм ужасов 1976 года, который является первой экранизацией прозы Стивена Кинга и рассказывает о старшекласснице, которая мстит своим обидчикам с помощью телекинеза. О, ну мы прям же всё придумали. Ну где же Стивен, когда он так нужен? Стивен? Стив? То есть, знаете... И он прям сейчас спускается такой, да. Нет, он спустится вниз, как Спайдермен. Ребята, я здесь, будет ползать по потолку. Большая часть этого фильма посвящена тому, как вы по мере взросления вспоминаете о тех маленьких моментах жизни, которые делают из вас тех, кто вы есть. И в 27 лет, какой момент или небольшая деталь из создания фильма останется у вас в памяти навсегда? О, это отличный вопрос. Дружба. Да. Да? Да. Мы все навсегда будем друзьями. Да. И нет другого пути. Да, это... В смысле, это правда? Да, наверное, всё. Я не мог бы просить лучшего актёрского опыта, чем здесь. В смысле, я говорю о первом фильме. Второй был ужасен. В первом я просто получил как бы жизненный опыт. И это прозвучит как долбанное клише, но лучше это не описать. Я нашёл много невероятных друзей, лучших за всю свою жизнь. Я снимался в величайшем фильме. Но я надеюсь, что он таким станет. Эм... О, знаете, это ведь смешно, но я задал тот же вопрос ребятам по соседству. И они дали мне очень конкретный ответ. Да. Весы. Я никогда не забуду весы. 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 О чём речь? У нас был один прикол. Джек снимался в фильме «Весы». Весы. Русалки. Реальны. Фильм 2017 года, и как вы могли догадаться, он про русалок. Джек Дилан Грейзер исполнил в нём роль мальчика Адама, у которого болезнь костей, и он вынужден передвигаться с помощью костылей. Фильм не очень популярный, не сильно многобюджетный и рассчитан на подростковую аудиторию. И он триндел о нём всё время, он никогда не затыкался. И да, я это помню, никогда не затыкался. Просто он постоянно говорил о съёмках в весах, и я этого никогда не забуду, потому что он его считал прям огромным фильмом, крутым проектом. Весы. Это на самом деле? Да. Окей, так мне спросить у него об этом фильме? О, да-да, спроси. То есть, типа, ребята, а вы смотрели «Весы»? Да, то, что надо. Окей, я сделаю. Ребята, вы когда-нибудь смотрели «Весы»? О, да ладно, да ты гонишь. Они мне сказали, что никогда об этом не забудут. Они смотрели? О том, как ты постоянно говорил об этом культовом фильме. Они постоянно об этом напоминают. Вау. Они сказали спросить тебя об этом? Русалки, весы-русалки, о том, что я в нём снимался? В весах этих. И со мной был Морган Феррчайлд и Эми Перри. И он убеждал нас, что там снимается Морган Фримен. И я посмотрел его, а там... Да я что виноват, что Морган Феррчайлд похоже? Он был просто недостаточно хорош. А Морган Феррчайлд был. А Морган Феррчайлд был. Может мне глянуть? Нет, чувак. Да, не надо делать этого, чувак. Смотрел много интервью к первой части, и вас часто спрашивали о том, что у фильма рейтинг и ары вы ещё недостаточно взрослые, чтобы сниматься в таком кино. Но мне интересно, когда первая часть вышла в кинотеатрах, кто-то из вас решил просто пойти и купить билет на него, чтобы посмотреть, что вышло? Да, я ходила. Тебе разрешили? Я, эээ, я со взрослыми ходила. Окей, окей. Я сделал как, ну знаете, я сходил как, сходил как Шэрон Тейт. Боже, я знаю. И ты такой, я снимался в этом фильме. Давайте возле постера сфоткаемся. Какого чёрта ты смотрел, что ли, чувак? Шэрон Тейт, американская актриса и модель 60-х годов. На девятом месяце беременности была зверски убита членами преступной коммуны Чарльза Мэнсона. Упоминая Шэрон Тейт, Джек имел вот этот момент, где она пришла посмотреть свой собственный фильм, сказал, что она там снимается, посмотрела его бесплатно, и её попросили сфоткаться с постером фильма, в котором она снималась. Я ходил на ОНО в местном кинотеатре и, эээ, давай пятюню. Да не ты. Я на самом деле мог не попасть на этот фильм, потому что моя мама взяла билеты, а я пошёл в туалет. Потом вернулся, мне говорят, без билета нельзя. Я говорю, он у мамы, он говорит, он должен быть у тебя. И я такой... Чёрт, я не знал, я не знал, что сказать. То есть ты не знаешь, как тут возразить? Да, точно. Я не хотел говорить, что... Забавный факт. Нужно найти компромисс, быть немножко высокомерным, чтобы посмотреть без заморочек. Вам не дают смотреть, ребята. Вас не пускают. Потому что вам не 17 или 18. Мне уже есть 18. Есть? О, да, я всех пропущу. Всем возьму билеты наблюдения за взрослыми. О, мой бог, присматривать за взрослым, это так странно. Да. Эээ, давай, сынок. Нам уже пора. Не можно? А весы вам можно смотреть? Со скольки весы? Ой, да с 17. А, окей, принял. Не оцениваются они, не оцениваются. Теперь у нас добавилась ещё добрая пачка фильмов, которые можно посмотреть помимо ОНО. Конечно, думаю, многие их уже видели, а может быть и нет. Но такие фильмы можно и пересмотреть. А на этом всё. И не забывайте, что ваша поддержка сейчас очень важна. Чтобы канал продолжал развиваться, а ролики выходили чаще. И если у вас есть свои предложения по новым роликам или озвучкам, то оставить вы их можете в моём паблике в специальном сборе под закрепом, либо через Donut Alerts. Все ссылки в описании. Надеюсь на ваше понимание. И спасибо. Увидимся с вами в следующих роликах. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»